У меня горел торт, свадебный. Невеста кричит, тушите торт, а я кричу, не подождите, давайте пока не тушите, у меня еще таких кадров не было. А вообще вот у меня мечта это поехать по территории Украины и просто пофотографировать красивые классные пейзажи. Село Сад, вот это и есть мое любимое место. Я уже живу там 8 лет. Сказать честно, я всю мою переезжать не хочу. До того, як зайнятися професійною зйомкою, Олександр отримав диплом бакалавра з правознавства Міжнародному університеті розвитку людини і рік відслужив в армії. Мне больше нравится, когда ветер в кадре, і волосы модели тогда, вони становятся непослушными, і це виглядит на кадрах дуже-очень круто. Есть! Офигенно! Мне нравится! Полезу я. Що не сделаешь заради классного кадра, да? Так, стоп. Хорошо. А давай немножко корпус чуть-чуть на меня, вот сюда повернись, пожалуйста. Вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Його дружелюбність, наче вірус, передається оточуючим. Він мріє отримати пуліцирівську премію. Їздить на позашляховику і не бажає змінювати прописку. Наш герой Олександр Варуха – фотограф із селища Сад Сумського району. Чуть-чуть выше подбородок, поделись, пожалуйста. Вот. Класс! Расскажіть. У нас сьогодні модель Катя. Вона же істиліст. Мені дуже сильно подобається працювати з нею. Вот. Я не напрягаюся там в плані образів. Я їй повністю довіряю. Кать, опусти, пожалуйста, праву руку. Вот. Хорошо. Пейзажі блакитних озер не дають спокою місцевим фотографам. Тут безкрайе небо, піщані дюни та підкорювачі водних просторів. Аби співпраця із моделью була плідною, має кілька психологічних прийомів ритуалів. Я завжди люблю купити чашечку кофі, поговорити з моделью, розказати якісь веселі шуточки. На самом деле, дуже багато завістить от фотографа, тому що він, во-первых, може розкріпостити модель, якщо він знає якісь нюанси. Саше дуже легко в цьому плані, тому що він завжди веселий, він завжди создаває таке хороше настроєння, що навіть вміє пошутити в кадрі. І виходить, що модель улыбається, і получаються дуже живі, класні фотки. Сьогодні я вибрала такий образ – резинові сапоги, що актуально в воду, в лодці, перчатки, що теж с веслом дуже неплохо смотриться. Ну і собралась сьогодні я без візажистів, без парикмахерів. Тобто, якщо треба швидко провести сьомку, можна чого-то придумати, там, якась міні-косічка, щоб почитати, посмотреть якісь там тренди. І все можна быстренько зробити красиво. Зараз у тренду небезпечний селфі. А які найбільш екстремальні зйомки були у тебе? Любі сьомки – це в тяжелих погодних условіх, особливо вовремя дождя. Це найбільш екстремальні. Не обійшлося без екстриму під час зйомок інтерв'ю. Щоправда, цього разу труднощі виникли не в Олександра. Поза, яка найбільше тебе тратує у моделях. Покажи. Це да, це треба, наверное, показувати. Це коли модель робить так, вона встановиться і така – все, я готова, фоткає мене. І така встала і стоїть. Такой блеск. Денечка, серйозно? І починаєш їй вже більш-менє там розказувати, як стоїть. Я так не хочу, я так не буду. От я так встала, все, давай, фоткає мене. Я готова. Зірка. Да, да, да. От поза зірки. Пливка або цифра? І то, і другое. Часто балуюсь пленкой по одной простій причині – пленка воспитую. Якщо ти на цифру снимаєш мільйон кадров і у тебе флешка може там і не забиватися, то на пленку у тебе там средний формат 12 кадров, либо там 35-мм пленка – 36 кадров. То есть перед тем, як нажати на кнопочку, тебе треба 8 мільйонів раз подумати. Майстер фотографій – хто він? Я считаю, що наличие фотоаппарата не делает тебя ще фотографом. Если человек – профессионал, у него руки растут з правильного места, ему дай хоть спишечный коробок, он сделает шедевр. Сто грамів коньяку перетворює людину на модель? Да. Скажу честно, даже сто грамів коньяка, я наоборот, предлагаю на некоторых своих съемках, он розкрепощает. І тогда уже появляется естественный румянець, глазки горят, і человек уже более становится розкрепощенным. Но главное – не перебарщивать. Чи любишь фотографии в стиле ню? Нет, не снимаю по одной простой причине, потому что, ну лично мое мнение, ню надо снимать либо красиво, либо не снимать ее вообще. Потому что в ню есть тонкая грань между красотой и пошлостью. И еще и в зиму холодно. Ну да, и в зиму еще холодно. Хотя сто грамів коньяка будет как раз тогда в тему. У те, что он станет хорошим фотографом мало хто виров. То, как часто бывает, діє всупереч думцей оточующих. Прагнув довести сам себе, что сможет. В 2012 году я, когда еще работал в охране, у меня заработная плата была 620 гривен. У меня, что мой объектив, что у меня новорожденный ребенок. Я получаю зарплату 620 гривен. И это был, наверное, тогда у меня толчок. Я взял фотоаппарат, позвонил там одной знакомой, второй. Я говорю, а давай я там попробую поснимать там портреты. А, хорошо. Поснимал, ура, классно получилось. Все, я тогда помню, я домой пришел, тогда заработал первые 50 гривен. Я такой радостный домой прилетел, жене показывайте деньги. Я говорю, о, ура, круто, мать, мы заработали. Вот. И оно с того момента пошло, пошло и поехало. Вот с 2012 года, да, это уже восьмой сезон пошел. На скільки у Сумах жорстка конкуренция? Очень большая. На самом деле около 300 фотографов в городе Сума. Да, на самом деле для нашего города это очень много. Камеры доступны, но и многие, конечно, слетают. Потому что некоторые думают, что вот мы сейчас купим камеру и все, мы напишем в статусе. Они поснимают там котика в листочке крышечки от объективов. Они сразу пишут статус там в фейсбуке, в инстаграме. И вот, там принимают заказы на свадебную фотосессию. На самом деле это очень тяжелая работа. Это работа с людьми. Потом сидеть, обрабатывать, угодить клиенту. Многие слетают с этой дистанции. А некоторые люди, они идут, идут вперед. И у многих есть очень хороший результат. Та загадывать что-то наперед – справа невдячна. Это довів карантин, який Олександр Варуха порівнює с асфальтным катком. Сорвалась поездка в Европу. Я уже каждую весну три года к ряду ми ездим в Европу. Я фотографирую группу туристов. Мы с ними путешествуем. И в этом году у нас должна была быть поездка в пять городов Италии. Ну, все плохое имеет свойство заканчиваться. И будет все хорошо у нас. Его хобби не менее творче за работу. Олександр хвилюется, бо за цими дверями чекают брати по музыке. Вас познакомлю сейчас с ними. Я думаю, должен получиться вау-эффект. У грі на гітарі, як і з велосипедом, якщо навіть довго не їздив, то все одно не втратиш рівнования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Знакомлю, это наш бывший состав, вернее, полсостава, такой классный сумской панк-группы 255, была такая в Сумах, Саша гитарист, Дима барабанщик, он же мой старший свидетель был на свадьбе. Да, это единственный барабанщик, который давал звездюлей моим пальцем, когда ты выходишь со сцены, а так смотришь, а у тебя кровавые мозоли, так, Дима, может, хватит? Нет, давай еще. Один из классных барабанщиков не только города Сум, а и Украины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вы говорили, вот почти не гали, как пальцы помнят. Да, пальцы помнят, но руки уже не те, свело руку тут полностью, ну, просто без розогрева, без ничего, ну, блин, такое, приятное ощущение, вот это, приятно вспомнив. Згадывайте цинные моменты жизни благодаря родинному альбому. Сам Александр Варуха прагне быть семейным фотографом. Сначала веселья, потом родственные детей, христины и ювелеи. Говорит круто, когда клиенты с часом перетворятся на правильных друзей, тогда ведь тепло спелкувание и светлины набывают особой чаренности. Редактор субтитров А.Семкин